Казанские юлбарсы Казанские юлбарсы Казанские юлбарсы Казанские юлбарсы Казанские юлбарсы Казанские юлбарсы КФУ для Гагарина оказался не из легких. Ну, состояние тяжеловато. Все-таки КФУ для меня родная команда. Сам поиграл 9 лет за КФУ. И все-таки молодые ребята, они бегут хорошо, на хороших скоростях. Мы уже постарше, нам потяжелее как-то успевать за ними. Поэтому игра хорошая получилась. Там и овертаймы, и булиты, и нервишки потрепали друг другу. Ну, в принципе, хорошая игра. Во встрече между КФУ «Динамо» особой интриги не было. Матч получился очень напряженным и богатым на голы. Но только для одной из команд. С самого начала «Динамо» соприжимали федералов, мешая им перейти в атаку. И уже на 33-й секунде Валерий Мурлатов забрасывает первую шайбу в ворота Федора Башкаева. К пятой минуте на табло показывала 5-0. «Динамо» впереди. КФУ пытается отыграться к контратаке, но соперники не собирались сдавать обороты. Федералы старались как могли. Но сильный напор соперников им пресечь не удалось. И с таким счетом команды уходят на перерыв. Во втором периоде «Динамо» продолжает отрываться от Юлы Барсов. Всего несколько минут потребовалось, чтобы сделать счет 7-0. В ходе напряженной борьбы сначала Александр Исламов, а потом Тимур Калемулин забрасывают шайбу в ворота КФУ. Федералы создают несколько опасных моментов у ворот соперника, но им удается среагировать на бросок, и они никак не дают КФУ сравнять счет. В третьем периоде «Динамо» также оказывается в эпицентре голевых событий. «Динамовцы» контролировали шайбу у себя и старались придерживаться своего плана, который работал и давал результат. Они добиваются своего, и на 36-й минуте Айваз Халиков уверенно идет в атаку. Шайба в воротах 9-0. На 39-й минуте Александр Мухин мощным броском отправляет шайбу в ворота Юлы Барсов. За несколько секунд до финальной сирены «Динамо» забивает гол. Артему Носову дается хлесткий бросок, который устанавливает окончательный счет этого матча. Опытные «Динамовцы» разгромили федералов со счетом 11-0. Евгений Алмазов, Диана Жданова, Глеб Нигмати, Неделя спорта.